У меня ощущение, вот, ребят, такое, не сказать бы пафосно, но да как получится, что я родилась во второй раз. И как ни странно, это всё очень совпало с нашим общим пространством, куда мы со Светой вступили благословением вот любви, просто Богом, под которым мы идём, сражаемся, и что всё, что происходит по нашей вертикали, всё уже произошло, вот Ира сейчас только что читала «Небесный бой», вот Николай Рериха картина «Небесный бой», всё происходит там. И эта война, дорогие мои, вот пусть хоть кто, что угодно будет говорить про то, что это не то, что это не так, что оно. Это просто, вот читайте, если кто не знает его «Ноумахи» и других книг Александра Дугина. Вот не могу, просто развивусь, несчастного отца Даши Дугиной, Платоновой, у неё был псевдоним, она в честь Платона взяла, она была такой неоплатоник. И всё, что мы имеем за нашей спиной, в качестве наших святых людей, и снова пойдут на битву и Александр, и Дмитрий, и все, и Николай, и Алексей, имена нашего последнего царя расстрелянного, и Цесаревич, они тоже с нами, они тоже все с нами. Ну, я что хочу сказать, я прочитаю, может быть, одно стихотворение из «Сестры милосердия», и из новых, где вот идёт просто это всё, об этом нельзя не писать, об этом мы не можем не петь. И то, что мы вкладываем это в рифму, в песню, да будет так. Нам, ребята, это дано. И мы этим воюем, света права, мы этим отрабатываем то, что там действительно льётся кровь. Володчике, спасибо огромное за... За эту вертикаль. Володя, ты такой скромный, сидит скромный. Ну, в общем, ребятки, я сниму только очки, потому что я... Телефон не попортил зрение, как, впрочем, нам, наверное, всё. Из книги «Сестра милосердия». Молитва. Сегодня в лазарет наш с далёкой ледолин совсем цыплёнка юного мальчонку привезли. Из кузова сгрузили и на руках несли в огромную палату в крови снегу пыли. Обмыть мальчонку надо, всё чистым быть должно. А нянечка-старуха так молится в окно. На солнце, как на Спаса, икона небеса. Зовите вы хирурга, жить парню полчаса. Хирург бежит, вздыхает, всё видит боль, беду. Реку переплывает, идёт, бредёт по льду. Реку войны и скорби, и простынь, и пелён. Реку судьбы и смерти, реку иных времён. А мать моя, сестричка, рукой зажала рот. Такой солдат молоденький, а нынче вдруг умрёт. Не умирай, шептала, держись, не умирай. Во что бы то ни стало, держись и побеждай. Зажимы подавала, стояла, устала. А нянечка-старуха молилась и ждала. А нянечка-святые все путала слова. Молилась, как умела, молилась от себя. Хирург над страшной раной творил последний шок. Шагнул назад, как пьяный, без сил, в поту без слов. Солдат-мальчонка бледный, последний дух и дых. Он снизу вверх застыл, а смотрел на нас живых. И мать моя, сестричка, отбросила зажим. И тихо, так и горько заплакала над ним. А нянечка молилась, молилась всё равно. И солнце бинтовало, разверстывя окно. И Бог молитву слышал в слезах смирен и тих. И в небе сам молился за мертвых и живых. И детям.